Всем привет! С вами Андрей Санар. И сейчас последний день лета. Я на производстве. Посмотрю, что творится на производстве и покажу вам. Вот тут стоят надувные изделия, надутые воздухом до определенного нормированного давления, чтобы вычислить, есть ли падение давления или нет. Такие лодки здесь стоят сутки, после чего проверяется давление. Если падения давления нет, лодка идет на следующий этап, подготавливается и отправляется. Красивые зеленые бигфишпаки. Посмотрите, как здорово они выглядят. Сделаны они из покрафтовой ТПУшки. И вот такая здоровенная лодка весит всего 5 килограммов. О, так вот это особая лодка. Это не простой бигфишпак. Это бигфишпак с надувным днищем низкого давления и с самоотливом. При этом эта лодка сохраняет свою легкость. При этом эта лодка сохраняет свою легкость. Она всего чуть-чуть тяжелее, чем классический бигфишпак, но имеет самоотливное днище низкого давления. А для этого бигфишпака предусмотрено надувное днище высокого давления. Вкладное. Вот такие получаются две лодки. Две разные концепции. НД-НД и НД-ВД. Но открою страшную тайну. До того самого высокого давления в одну атмосферу вкладное надувное донышко надувать не обязательно. Оно так называется только ради классификации. Вот еще раз покажу НД-шный вариант бигфишпака. Посмотрите, какая тут маленькая девушка по сравнению с огромным-огромным-огромным бигфишпаком. Бигфишпак не зря называется Бигфишпак. Большой рыболовный покрафт. Хоть это по классификации, по нашей является покрафтом, на самом деле это уже скорее каяк. Потому что его длина около 4 метров. Диаметр баллона 35 сантиметров. А учитывая растяжение ТПУ ткани 36 сантиметров. А носовая и кормовая оконечность поднимаются от уровня воды аж на целых 60 сантиметров. То есть это очень мореходная лодка. Но при этом которую можно запаковать в очень-очень маленький рюкзачок и возить за спиной. Без надувного днища она весит всего 5 килограммов. Чуть больше 5 килограммов. А с надувным днищем, я думаю, она не больше 6 килограммов. Просто я ее не взвешивал. Но мои ощущения, что это где-то 6-6-2. Вот так она должна весить. А тут в процессе производства Л3ТТ, которая уже стала очень популярной. И производится в значительных количествах. Байтбот. Байтбот это уже стал классикой. Отличная лодка. Это новая версия самурая. Самурай 2021. Отличие от старого самурая в том, что он очень узенький. Для более профессионального гребца. Но при этом он гораздо более скоростной. Байтбот с фальшбортом. Очень тоже популярная лодка, когда баллон диаметром 33 сантиметра сочетается с фальшбортом диаметром 15 сантиметров. Очень хорошо, когда требуется проходить волну. Вот если бы не было окон, я бы подумал, что это надувной сортир. Но это не надувной сортир. Это какая-то палатка. Возможно, палатка для дезинфекции. Я в них не сильно разбираюсь. Но палатка замечательная. Бананчики-бананчики. Аттракциончики. И вот усиление аттракционов, которые выдерживает практически любое воздействие. На нашей катане любимой, которая для зимних развлечений. Это моторные сани. Точно такие же усиления. Хорошие и надежные. Тут собирается корпус варвара. Вот еще даже закрывающая лента не прикатана. Но обратите внимание вот на эти складочки. На варварах эти складочки будут всегда. Это особенность корпусов лодки варвар. Точно такая же особенность. Это вот то, что даже ладошку не просунуть между баллонами. Однако, если туда будет установлено днище, то баллоны разопрутся. Складок здесь станет еще больше. Но получится преднапряженная конструкция особо увеличенной жесткости. А это чудо дивное баллоны смены. С очень-очень сложным профилем. Такого профиля мало где увидите. Тройной профиль. Волнобойчик готовится к бою. А вот уже варвар с установленным днищем. Обратите внимание, складки, складки, складки. Но тут еще давление рабочее не дано. Но тем не менее, складки, 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 складки. Вот здесь вообще большая складка. И вот здесь в этом месте всегда появляется большая складка. И с другой стороны точно такая же складка здесь И точно такая же складка здесь Почему? Потому что, вот как я уже показывал на еще не собранном варваре Здесь уже произошло распирание, резкое распирание Там я вот ладошку не мог просунуть, здесь раз, два, три, четыре ладошки помещается Вот такое вот распирание днищем произошло Естественно, из-за этого образовались складки напряжения Но тем не менее, получилась преднапряженная конструкция Которая даже на скромном давлении обеспечивает максимальную жесткость конструкции А для варвара жесткость обязательно Потому что варвар, в принципе, это бурноводная лодка Она подвергается очень-очень сильным нагрузкам И должна быть максимально жесткой Это очередной катабайт изи Обратите внимание, что транец достаточно узкий А следовательно, достаточно легкий И вся лодка получается легенькой-легенькой У сварщиков всегда работа кипит Здесь делаются лодки из тонкой ТПУ ткани А на этом станке варят большие толстые лодки из ПВХ Вот что касается красоты швов Обратите внимание, чтобы сварить достаточно такую вот кривую, изгибистую деталь Варщику приходится варить, варить, варить Потом останавливаться Потом подвернуть Потом опять варить Потом опять останавливаться Это неизбежный технологический процесс Из-за которого появляются вот такие вот вертикальные складки Когда клеит оклеящих То он может каждый раз отодрать то, что он приклеил Немножко криво И заново прикатать Здесь же, например, все делается с одного прохода Это ничего страшного Зато сварной шов получается целиком Очень прочным и очень надежным Практически вечным А вот в этом Big Fish Pack еще и молния T-Zip установлена Если кто не знает, как сворачивать лодки с молниями T-Zip Их нельзя сворачивать так, чтобы эта молния была сильно заломана Скручивать надо таким образом лодку, чтобы молния T-Zip была в самом последнем обороте при сворачивании Тогда она не будет слишком сильно заломана И будет служить долго и счастливо И обязательно молния должна быть закрыта, когда вы сворачиваете лодку Это наш рафт с уникальным запатентованным донышком с центральным самоотливом И эта же самая донышко переехала на Пакрафт-волнобой В уменьшенном размере Девчонки подбирают коврик Коврик должен подходить идеально И поэтому сейчас идут его последние корректировки Помашите ручкой Ай-яй-яй, сортир упал на бок, что же делать? Что же творится? Да, это все-таки не сортир, тут окошки есть Ну, в общем, такой коротенький обзор ситуации на тайм-триале я считаю законченным С вами был Андрей Санар Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok